Никто не ожидал, ничего не ожидали, прилетело, тревоги не было, где-то потом через минуту или через две включили тревогу. Живым остался чисто случайно, потому что если бы в огороде были, это самое разнесло, я находился в доме вместе с матерью, потому остались и живы. Мелкие стекла влетели, на спине тут серьезного ничего нет, то есть к больнице обращаться не буду. Есть у вас какие-то военные объекты, почему именно к вам прилетело? Военных объектов здесь у нас нет, просто частный сектор. Ну в этом доме никто не жил, в этом доме никто не жил, да. Сильный взрыв был? Сильный, у нас мы аж на кровати подскочили, вот на огородню аж до АТП, и у нас шифер на крыше, новый шифер, ну полопался, трещины пошли. Очень большущая воронка, очень большая воронка. Но вы не думаете эвакуироваться, ведь видите, куда прилетало? Нет, не думаем. А куда ехать? Сейчас везде одно и то же. Сегодня к нам прилетело, завтра еще куда-то прилетит. Это ничего не зафиксировано, ничего заранее не предусмотрено. Так что куда ехать? Везде одно и то же. Не нужны деньги, чтобы куда-то ехать. Куда нам эвакуироваться уже? Кому и где мы нужны? Собак бросать не будем. Будем уже, как говорится, ждать, что будет, то и будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...